С вами программа «Вопросы и ответы», программа, в которой я, как всегда, расскажу всё, что захочу, но самое главное, самое главное, я кому-то из вас, всем желающим, погадаю на картах. Мы с картами Таро будем отвечать на ваши вопросы, которые вы прислали в комментарии к предыдущей программе. И вот послушайте один комментарий, который оказался очень популярным и собрал много лайков. Людмила пишет. По поводу отношений мамы и дочь. Мне 59, маме 83. Если планирую новую работу или открытие бизнеса, я никогда не говорю об этом своей маме, так как с детства слышу фразу «Ой, а у тебя точно получится?» и в глазах, и в голосе недоверия. И всегда у меня всё получается, и я в себя верю, а мамы нет. Однажды сказала ей, что всегда жду от неё утверждения с восклицательным знаком, а не вопрос. Люди, говорит Людмила, верьте в своих детей. Ну а я поймала себя на мысли, отчего же так охотно всегда соглашаюсь говорить с вами про романтические отношения, отношения партнёрские, отношения в браке и в паре. И совсем не готова говорить про отношения родителей и детей, хотя тема явно более важная. И ответ нашла я очень легко. Он оказался на поверхности. Дело в том, что в партнёрских отношениях, любовных, романтических, брачных, вы выбираете всё сами и можете всё обменивать и возвращать. Знаете, как в магазине можно оформить обмен и возврат? Вот, например, если не подошёл вам какой-то мальчик, вот у вас оказался в мужьях какой-то персонаж. Долго вы мучились с ним, пытаясь настроить правильные, радостные отношения, но не получилось. Тогда вы его хватаете вот так вот, да, и возвращаете назад в условный магазин. Куда? Возвращаете его маме, бывшей жене или просто на диванчик, где он возлегал до того, как вас встретил. Можете поменять этого мальчика на кого-то получше, если в радиусе появится. И раз можно менять, то можно и нужно об этом говорить. А вот родители и дети – это такой товар специфический. Это как нижнее бельё. Обмену и возврату не подлежит ни родителям, ни детей, хорошо это или плохо, поменять нельзя. И более того, нельзя поменять отношения с родителями, изменить нельзя. Нельзя изменить отношения родителей к вам, даже к вам нынешним, к вам взрослым. И уж тем более нельзя каким-то образом вернуться в ваше травмирующее, грустное детство и там что-то подправить, подчистить, чтобы у вас нынешних проблем и комплексов не было. Ничего этого невозможно сделать. Вот и ответ. Нет, а я человек рациональный даже слишком и не люблю говорить про то, что нельзя менять, про то, с чем ничего не поделаешь. Мне кажется, что я здесь очень обесцениваю работу психологов. Ну, знаете, это ведь такое очень современное, популярное направление. Целые терапевтические стратегии на этом построены. Люди ходят к психологам и рассказывают про своё детство. Копаются в детстве, предъявляют какие-то гипотетические претензии своим родителям. И ищут детские травмы и, соответственно, происхождение взрослых уже проблем. Психологи зарабатывают деньги, клиенты, соответственно, эти деньги активно тратят. Но и напрашивается вопрос, позвольте я его задам, да, этот вопрос, а зачем? Зачем разбирать вот эти детские травмы? Ну, знаете, это мне представляется переливанием из пустого в порожник. Ну, если слишком много свободного времени, то можно этим позаниматься. Но смысла вот реального прикладного в этом совершенно нету, потому что поменять ничего нельзя. Если было травмирующее детство, плохие, нелюбящие родители, это уже никак не поправить. Как говорят, если в 5 лет у тебя не было велосипеда, а теперь в 25 целый гараж Майбахов, то в 5 лет у тебя все равно не было велосипеда. Вообще, когда мы произносим рядом эти два слова «мать» и «дочь», мы интуитивно ощущаем, правда, да, какое-то напряжение, какой-то электрический разряд в воздухе повис. Потому что «мать» и «дочь» — это в первую очередь две женщины, два существительных женского рода. Там, где собираются две женщины, это всегда либо великая любовь, либо великая ненависть, либо абсолютное счастье, либо несчастье. Я представляю отношение матери к дочери в виде такой схемы. Два волка. Один белый, назовем его, — это хороший волк. Это желание матери воплотиться в дочери, воплотить в ней свою, ну, не до конца удавшуюся жизнь и свои мечты. Белый волк нашептывает маме девочке следующее. «У меня не было счастливого детства, так пусть у нее будет. Я балериной не стала, не получилось, у меня не успела, так значит, пусть она станет балериной. У меня мужа хорошего никогда не было, так пусть у нее он будет». Ну и так далее. Вы схему поняли. То есть таким образом женщина, любящая мать, проецирует свои самые лучшие жизненные мечты и планы на свою дочку и помогает ей в жизни состояться. Она ее нарядно одевает, хорошо кормит, отдает в лучшие школы, во всем поддерживает, хвалит, говорит, у тебя все получится, ты моя королева, принцесса и так далее. Я уверена, вы таких женщин встречали. Они, это такие женщины, большая редкость, женщины, залюбленные своими мамами. Их за километр видно, они всегда абсолютно особенные. Вот. А есть еще второй волк, назовем его черный. Это плохой волк. Он с другой стороны в другое ушко нашептывает женщине, маме, девочке. Все то же самое, только с частицей «не». Он говорит, так, у меня, заставляют женщину так думать, у меня не было хороших, там, не знаю, платьев красивых, и у нее пусть не будет. У меня несчастливая личная жизнь, и у нее, ей тоже пускай одни дураки попадаются. Я карьеру никакую не сделала вахтером работы, и она пускай тоже крохи собирает всю жизнь. У меня денег нет, и у нее, тем более, тоже не будет. Да? Вот. Вот этот вот черный волк. И вот так вот эти два волка стоят друг напротив друга. Вернее, вот они с двух сторон у мамы девочки, поют ей в уши, каждый со своей стороны. И как в той притче встает вопрос, а какой же волк победит? Ну, победит тот, которого лучше кормят. То есть женщина более или менее правильная и осознанная, она в себе вот эти вот искры, первые признаки зависти к дочери, особенно подрастающей, она, конечно, гасит посредством удушения, вот этого черного волка. Она его просто душит, она его не кормит, а подкармливает белого волка. И, конечно, тем самым вкладываясь в будущее не только самой девочке, но и своё собственное, да? Вот. А если мама идёт по другому пути и кормит постоянно только лишь свою ревность к девочке и свою зависть, то вот этот белый волк, другой хороший, очень быстро просто сдохнет. Потому что вы знаете, что добро в нашем мире, в нашей прекрасной вселенной, добро – вещь очень хрупкая. Зло – живучее, а добро – нет. И вот этот вот белый волк, вот эти мечты о том, какую прекрасную девочку я выращу и какая у неё будет прекрасная жизнь, вот этот белый волк очень быстро сдохнет, если в маме возобладает вот эта вот зависть к девочке. Ну и наличие вот этих именно двух волков в каждой маме, в голове, в душе, не знаю, каждой мамы, отрицать, конечно же, не стоит. Ни в коем случае это просто смешно. Это аксиома, это есть, заложена природа, естественно. Животной нашей природы, как хотите, инстинктами. И я думаю, что вот эти вот два волка могут очень попеременно одерживать победу в разное время, в разные периоды жизни. Мама и девочки. Обратимся к известному нам уже сюжету «Золушка». Помните, я говорила, что по одной из версий никакой злой мачехи у Золушки не было, и никакой доброй мамы не умирала у неё. Была всего лишь одна женщина, её биологическая мать, которая пятилетней девочке, Золушке, не завидовала. И поэтому растила её как принцессу, носила на руках, любила и действительно выращивала её как настоящую принцессу. А по мере того, как Золушка взрослела, хорошела, округлялась, стала маме составлять конкуренцию, ну, например, на тех же балах, там где-то ещё. У мамы победил Золушкиной, вот этот вот чёрный волк. Она стала завидовать, она стала ревновать к дочери, и не взлюбила, и прятилась в мачеху, перестала её кормить и одевать, загнала на грязный чердак, загрузила чёрные работы. Ну, в общем, вы знаете, здесь такая нормальная, идеальная схема, всё, что делают злые мамы-мачеки со всеми девочками, которые больно красивые или больно умные растут. Это всё я рассказала, как я вижу, как мать относится к дочери. А почему я не говорю обратное, как дочь относится к матери? А знаете, потому что этого предмета, как такового, самостоятельного, не существует. Девочка к своей матери вот самостоятельно никак не относится. Она только лишь зеркалит отношение мамы к ней. Дело в том, что это тоже природой заложено. Любой детёныш, ну, млекопитающего, например, от природы, вот с самого рождения, страшно любит свою маму. Очень сильно это ему необходимо для выживания. У человека всё то же самое. Любой ребёночек, мальчик, девочка, маму очень сильно любит. Абсолютно интуитивно, инстинктивно, ну, животное даже какой-то любовью. А если ребёночек вырастает, и вдруг оказывается, что он не любит маму, например, не слушает её или не заботится, то это значит только одно, что мама очень постаралась, ну, очень сильно постаралась для того, чтобы эту самую детскую, первозданную, такую сильную любовь в нём истребить. В ней в данном случае мы про девочек говорим, да? Поэтому абсолютно нет смысла вот анализировать. А отношение дочери к матери какое-то? Да никакого! Это только вот зеркало, это зеркальное отражение того, как мать к ней относится, и всё. На тему взаимоотношений матери и дочери есть известный фильм, хотя вот я, честно, причины его известности или популярности не особо понимаю, но я тут ещё кинокритик, конечно. Фильм называется «Осенняя соната». Режиссёр Ингмар Бергаман, не помню какого года, слишком специфический взят случай. Девочка предъявляет претензии нарциссической матери. Ну, то есть суть драмы, да, в том, что мать нарциссическая девочку бросала, там не уважала её саму, её мнение, не давала ей ничего выбирать и так далее. Но мать, на минуточку, всемирно известная артистка. Любой артист, добившийся тем более каких-то высот, обязательно имеет такой вот нарциссический склад личности. И тут претензии просто не по адресу, да. Ну, как бы вот она, такая мать, имеет право. Другое дело, что матери не всемирно известны и не артистки вовсе, и страдают нарциссическими расстройствами тяжёлыми, и игнорируют детей, и талечат психику. Да, вот это уже более, как бы, серьёзный и такой распространённый случай. И потом ещё фильм. На меня не производит впечатления, потому что претензии девочки, вот этой вот взрослой дочери к её матери, ну, какие-то совсем уже, знаете, поверхностные, знаете, такие невинные. Для нас это просто пустяк, ну, детский лепет. Например, она говорит, определяет матери такую претензию, ты уезжала на концерты и меня бросала, я хотела, чтобы ты была со мной. Что это? Что это за детский сад? Это разве претензии? А вот ты приходила каждый день с работы и орала «убьё!» Вот! Вот это уже другое дело. Чувствуете, да? Это выше драматургии. Вот тут уже настоящий накал какой-то страсти. Потом она говорит, когда мне было 10 лет, ты посмотрела на меня и сказала, что лучше бы я родилась мальчика. Ну и что? Из-за этого чего? Надо теперь волосы на голове рвать всю жизнь и комплексы выращивать. Да? И совсем другое дело, когда уродина, тебя никто замуж не возьмет, на тебя никто не женится. Вот, чувствуете? Это уже вот наше, вот это вот близкое. Это то, что, ну, каждая вторая девочка, я думаю, у нас в детстве тут очень проходила. Ну, кино, как кино сложилось. Я имею в виду картинка, операторская работа, наряды, пейзажи и так далее. Ну, друг у других нет никакого. Ну, одно правда. Знаете, финал фильма очень интересный. Вот финал, конечно, снят очень верно. Там они предъявили друг другу вот эти все претензии, мать и дочь. Ну, в основном дочь, мать там что-то оправдывалась и все. И потом разъехались, мать уехала на очередной концерт. Дочь осталась в своей деревне со своим пастором. И фильм заканчивается прекрасно. Дочь мужу говорит дословно, она говорит, так, мне надо приготовить ужин и покончить с собой. А мать едет в поезде, по-моему, со своим импресарием и обсуждает, снова листает какие-то ноты, обсуждает условия нового контракта, нового концерта. То есть она вот эту вот плачущую, несчастную доченьку свою через пять минут буквально забыла все ее претензии, все ее трудности, проблемы. А вот это правда. Вот то, что если после психологической сессии ребеночек придет к маме и расскажет вот про свое трудное детство и предъявит претензии, мама-то была не права, ребеночек сам от этого еще раз, заново, зачем-то непонятно, зачем уже выросший пострадает. А мама ничего не услышит, не почувствует, не запомнит и никак не поменяется от этого. В заключение хочу сказать, откуда берутся плохие или хорошие мамы для девочек. Вот это все очень важно, потому что здесь работает тот самый родовой сценарий. То есть, если у девочки самой, если у девочки была хорошая мама у самой, то она с большой вероятностью будет хорошей мамой для своей дочки потом. То есть тут вот передается это все очень просто и прямо бабушка, мама, внучка, соответственно, правнучка, да, каждая предыдущая для последующей хорошая мама, еще более лучше, лучше, лучше. И наоборот, естественно, если у девочки была плохая мама, мы сейчас не обсуждаем, конечно, в деталях, что такое плохая мама, что такое хорошее, да. Условно, я думаю, можно сказать, что плохая – это не любящая мама, а хорошая – это просто любящая мама. Хотя там могут быть детали. Так вот, и... Но негативный родовой сценарий, и это тоже закон Вселенной, такой очень обидный, негативный родовой сценарий, всегда проигрывается с большей гарантией. Если у девочки была плохая мама, то сама она с большой долей вероятности будет плохой мамой. Может быть, не худшей, но все равно плохой, потому что ей негде было научиться. Не откуда это взять. Вот эту вот хорошесть, вот это правильное материнство. Так вот, я хочу опровергнуть свой собственный тезис, который заявила в начале программы. Я сказала, что не вижу смысла говорить про отношения, обсуждать отношения родителей и детей, потому что ничего там нельзя поменять. Да, нельзя поменять, и нет смысла. Если вы в этой истории девочка, дочь, дочь, но надо менять, и нужно слушать, и надо про все это знать, и нужно все это учитывать, если вы мама, если вы мама маленькой девочки, просто любой девочке, или если вы планируете родить себе дочку. Поэтому, пожалуйста, думайте об этом, ну и старайтесь быть, старайтесь быть хорошими мамами. Ну а теперь, теперь ваша любимая часть программы. Никаких лекций, никаких нравоучений, гаданий на картах. У меня колода Таро Напо, они называются Напо. Вот такие вот веселенькие, легкие карты, которые, мне кажется, очень доброжелательные ответы дают на самые разные вопросы. Вообще, я думаю, что нам нужно в какой-то из ближайших программ вопросы-ответы с вами поговорить про карты Таро. Что они из себя представляют? Зачем нужно гадание на Таро? Как правильно подходить к гаданию? Потому что, вы понимаете, да, я занимаюсь личными раскладами, делаю личные гадания для людей в скайпе и записываю видео. И постоянно замечаю, что девушки обращаются с вопросами, с своими проблемами, но абсолютно не понимают, для чего эти гадания нужны, для чего нужна эта система и как это работает, как правильно задавать вопросы картам, как с ними обращаться, как экологично и полезно для себя делать выводы из указаний карт. Давайте запланируем одну из программ, вот пусть она у нас будет такая, именно про карты Таро, мне есть что сказать. Love Shopping пишет, спасибо за все ваши выпуски, они очень полезны, заказывала у вас личные гадания, и теперь хочу спросить уже на другую тему. хочу сделать пластическую операцию, о которой мечтаю уже около 15 лет, но очень боюсь наркоза и не знаю, насколько довольна буду результатом. Спросите об этом карты, а стану ли довольна результатом пластической операции, которую планирую. А вас, дорогие мои зрительницы, я прошу к этому вопросу присоединяться, напоминаю о том, что есть такая возможность присоединиться к этому вопросу, вы можете тоже, если хотите сделать пластическую операцию, тоже сейчас спросить карты, мы с картами будем гадать Веронике, но возможно вы для себя тоже что-то полезное слышите, так работает система Таро, это все очень даже, возможно, от себя только скажу, что тоже не делаю пластические операции везде, не делаю, потому что боюсь наркоза, это одно, конечно, ужасно вообще наркоз, а сама операция, но вообще не верю во всех специалистов, до которых могу дотянуться. у меня есть какая-то вот твердая уверенность, что все хорошие пластические хирурги переезжают сразу в Калифорнию, обслуживают голливудских звезд, и нам они просто недоступны, а к кому я могу обратиться, те просто, ну знаете, это люди, которых выперли с ветеринарных курсов, но для Вероники результат, про пластическую операцию, три карты, посмотрите, раз, два, три, да, два короля вам выпадают, но знаете, два короля в данном случае это люди, король кубков и король пентаклей здесь есть, семерка мечей, вам предстоит на эту тему какой-то непростой выбор, это два врача, вы знаете, вот в таких делах выбор доктора, это очень серьезно, правильно выбрать врача, видите, здесь есть король кубков, который много всего обещает, но по факту ничего не сделать, или сделать плохо, и есть король пентаклей, жадный, скорее всего, дороже запросит, но более надежный и более предсказуемый от него какой-то результат, но плохо то, что рядом здесь семерка мечей, то есть, вот так просто, по-честному выбрать между этими двумя врачами, или между двумя клиниками не получится, вам будут лгать, что-то не договаривать, вам придется искать какие-то обходные пути, договариваться, знаете, вот по семерке мечей на эту тему можно, например, как-то тайно договариваться там с какой-то клиникой, в которую почему-то напрямую через парадный вход не попадешь. Карты хорошие, нормальные карты, можете смело делать, никакой, ну, никакого разрушительного влияния на вашу жизнь это не не окажет, скорее всего, короли, короли, это большой результат, большой, хороший результат, но не забудьте только к правильному специалисту обратиться. Яна Кэт пишет, Здравствуйте, увидела в комментариях вопрос о смысле жизни и решила задать свой. Недавно тоже задумалась, зачем живу? Пожалуйста, спросите у карт, выйду ли я из депрессии, в которой сейчас нахожусь, если я разорву отношения, или что поможет выйти из депрессии. Очень надеюсь на ваш мудрый совет. Заранее благодарю, Яна. Ну, вообще, когда слышу слово депрессия, я очень, прям, знаете, так собираюсь, потому что я знаю, просто так его люди не произносят. Если кто-то говорит, у меня депрессия, это значит, что есть депрессия и, скорее всего, все намного хуже, даже, чем человек признается. Что меня побеспокоило, вот, вы просите мой совет, мой совет обратить внимание на ваши отношения. Вы написали, выйду ли я из депрессии, в которой нахожусь, если разорву отношения. Вот эти отношения, но я понимаю, как вы про любовные же отношения говорите. Любовные отношения и депрессия вещи вообще-то, ну, абсолютно несовместимы, потому что это чистая физиология. Когда вы правильно влюбляетесь по-настоящему, то у вас тело начинает вырабатывать набор совершенно определенных особенных гормонов. И они, эти гормоны, делают вас, ну, такой радостной идиоткой, понимаете, и такой восторженной турой. Ни о какой депрессии, если вы по-настоящему влюблены и счастливы, речи не идёт. Это, вот я прям взываю к аудитории, жалко не прямой эфир. Девочки, ну, подтвердите, да, кто влюблялся по-настоящему, кто вот находился в таких, ну, здоровых отношениях, да, какая там депрессия. Ты просто зависаешь на метр от земли ходишь, от счастья, на метр от земли. Я переживала в своей жизни, знаете, такое состояние, когда это была зима, декабрь, и я наступала на снег белой, ботинками, и абсолютно явно видела, как у меня под, под шагом, под моим каждым, на снегу распускались цветы, вот такие вот огромные красные цветы, представляете, да, то есть это набор гормонов, момент влюбленности, когда вы в отношениях, ну, вообще тему депрессии, даже грусти, какой-то печали исключает, вы летаете, и поется же в романсе любовь какая-то там страна, но только в ней бывает счастье, любовь только для счастья бывает, поэтому вот в вашем письме, милая Яна, есть такой вот диссонанс, то есть если бы вы написали, например, ну, как многие тоже пишут и мне на почту присылают, я одинока, поэтому в депрессии, ну, это ладно, понятно, одиночество, зима, безработица, что-то еще, политика, геополитика, все вместе, и вот мы получаемся все в депрессии, санкции, но если вы в одно, просто вопрос, что-то не так в вашем партнерстве, в этих отношениях, что-то очень сильно не так, если вы несчастливы, если вы, у вас депрессия, то, скорее всего, это, ну, как вы спрашиваете, будет ли вам легче, выйдете ли вы из депрессии, если разорвете отношения с нынешним человеком, с нынешним партнером, раз, выбор ваш, действительно, девятка, представляете, да, вы угадали, карты, именно про это и говорят, именно про этот уже, зло, видите, с карты влюбленной, говорит, что очень насущная, насущная ваша задача, очень срочно есть для вас выбор, обе карты предполагают выбор, туз, это ваша личная инициатива, влюбленная, это жизненно важный выбор, то есть вы должны про это партнерство сейчас решить или решиться, а самое главное, что это в ваших силах, то есть вы не только должны, но и можете это сделать, что редко жизнь посылает такие шансы, что мы и должны, и можем, да, вот, и этот выбор должен быть именно в пользу одиночества, спокойно, видите, девяточка Пентакли здесь, она говорит, что девятка Пентакли это карта холостяков, такая очень хорошая, благополучная карта холостяков, то есть она говорит, что человек живет очень спокойной, самодостаточной, одинокой, в чем-то даже закрытой жизнью, и эта карта никогда не предполагает пары, карта одиночек, то есть да, вы должны решиться на, ну, позаботиться о себе, знаете, здесь не только же одиночество, девятка Пентакли это еще и совет такой, позаботиться о себе, потратить на себя много времени, денег, каких-то других вот таких вот ресурсов, поэтому ответ от карт, да, действительно, и карты очень решительные, крупные, понятные, то есть возможно даже результат превзойдет ваши ожидания, результат, я имею в виду, вашего расставания, если вы прекратите эти отношения, и займетесь вы полностью собой, то о депрессии просто не вспомните. Далее, Ирина Вячеславовна пишет, всегда хотела привить себе качество стервы, но всегда получается оставаться честной, открытой простушкой. Неужели, если это не привито с молоком матери, все обречено? Ну да, вот в прошлой программе как раз коснулись этой темы, воспитать в себе качество стервы. Мне кажется, очень сложно, очень сложно. Во-первых, гороскоп нужно иметь подходящий, если у вас такой вот, ну, не знаю, честный, добрый гороскоп, то стервой быть очень сложно. Ну и молокоматери, конечно, вкус его остается, сопровождает нас всю жизнь. Если в детстве никакие вот такие подходящие схемы не наблюдали, то где же этому научиться? Но не все обречено. У меня есть все равно для Ирины Вячеславовны хорошая новость. Не все обречено. Вы можете просто найти такого человека, которому не нужны стервы, так что ли, да? Да. Можете найти такого человека и быть с ним счастливой. Мужчину, который, ну, не ищет стервы, на которого не распространяются вот эти все правила жизни, о которых Ольга Филимонова в своей рубрике вещает. Такие мужчины есть. Мы берем с вами за основу большинство, но в процентном соотношении мы говорим, что, например, там 90% мужчин действительно готовы разлюбить женщину, как только она с ним соглашается пойти на первое свидание. То есть оказывается доступной. Но есть еще 10% мужчин, которые, ну, может быть, как раз и мечтают о доброй, простой, честной девушке. И вот просто вам надо найти такого человека и все. То есть не идти вот путем преодоления, не перемалывать, переделывать себя, делать из себя стерву. Это может слишком много времени занять. Вы этот возраст, возраст детородный пропустите, пока будете там все тренинги идти стервозные проходить. И просто найдите такого парня. Анжелика Лу пишет. Наверное, многие задают вопрос, любят ли мужчину. О, да, очень многие. А я хочу спросить, люблю ли я мужчину. Не могу разобраться в своих чувствах к нему. Интересно, что скажет карта. Милые девушки, если вы тоже не можете разобраться в своих чувствах к вашему мужу-жениху или, ну, мужа-то уж слишком запущенный случай, да, вышла замуж, а так и не поняла, любила или не любила, да. Хотя тут цена вопроса. Ну, какому-то молодому человеку, то гадание, возможно, будет для вас, тоже присоединяйтесь, а я скажу буквально следующее. У Анжелики, автора вопроса, явно водная Венера. Вот правда, Анжелика? Потому что это тут все тоже зависит от гороскопа. Когда у девушки Венера, планета любви в огненном знаке, например, в стрельце, в овне, это вообще молча, во льве, то девушка это всегда знает, кого любит, за что, и знает, что она его никому не отдаст, и ни за что от этой любви не откажется. То есть, очень векторно чувство бьет. Вот всегда знаю, так сегодня конкретно на 21.00 я никого не люблю. А завтра, к полудню, уже вот этого человека с именем, фамилией, и все. Вот так огненное. А вот когда трудно определить, вот люблю, кого хочу, не знаю, кого знаю, не хочу, вот это все так работает водная Венера, которая, особенно Венера в рыбах, например, заставляет человека все время плыть и хотеть в разные стороны. Но это все лирика такая астрологическая. Для Анжелики гадание. Любит ли Анжелика вот этого мужчину, про которого спрашивают? Имени мужчины нету, поэтому ну просто мужчина. Хотя картам очень нужны имена. Тоже я своим клиентам, клиенткам за качеством постоянно об этом напоминаю, что картам нужны имена, ну и вообще имена собственные. Адреса, явки, пароли. Пусть даже вымышленное имя. Вы можете, например, мужчину, если гадаете, но не хотите вслух его имя настоящие произносить картам или сообщать гадалке. Это вот вам подсказка, если вы к кому-то обращаетесь гадать, например, не хотите имя говорить по разным причинам, там некоторые имена слишком известные, вслух не произносят, то придумайте вымышленное, назовите его там, не знаю, как-нибудь Аристотель. Понимаете, да? Это всё равно будет лучше, чем вы гадаете без имени, просто мужчина. Вымышленный, какой-то псевдоним, что-то такое. Почему я сказала Аристотель, так долго перебирала, всё в уме. Итак, Анжелика, чувствовать мужчин. Раз. Два. Три. Даже странно, что вы спрашиваете, Анжелика, вот странно, что вы не можете разобраться, с чувствами, потому что карты говорят, что однозначно вы этого мужчину любите. Одна из главных карт про любовь, тут выпадает, это же двойка кубков. Видите, парочка изображена. Чувства, и чувства, скорее всего, понятны, очень взаимны. Маг. Маг – это ещё и человек, который на своих чувствах, на своей любви готов настаивать. То есть вы не просто имеете чувства, а вы даже, ну, как бы знаете, что вы с этими чувствами сделаете. Так, у вас есть план, у вас есть какая-то реализация, вы готовы настоять на чём-то. И есть даже карта шут, дурак, то есть какая-то толика безрассудства у вас присутствует. Поэтому вопрос, ну, или вопрос некорректный, или ответ однозначный. Юлия Витальевна, очень хочет помочь развивать мой безнадежно запущенный мной же самой канал. И тоже хочу прочитать комментарии. Просили поддержать рубрику «Комментарии» в связи с чем? Технический вопрос, если комментарии будут от одного пользователя, но несколько, например, смайлами, так как иногда нет реальных вопросов или комментариев для каких-то тем. Но хочется вас поддержать. Пойдет ли это в зачет или бесполезно? Юлия Витальевна, по-моему, комментарии смайлами не считаются. Комментарии должны быть словами, причем чем длиннее, тем лучше, не менее семи слов. А если вы хотите меня поддержать, все комментарии пишите побольше. Если нечего сказать, господи, да пишите стих какой-нибудь там. Ну, не знаю. «Мой дядя самых честных правил». Какая разница? Это все равно все считается в плюс. И я всем вам признательно благодарна. Все это помогает продвигать любую программу. Ее видят больше зрителей, больше подписываются, ну и так далее. И тогда мы с вами можем и чаще встречаться, конечно. Но большое спасибо за ваше внимание. Нурила Иман-Колова пишет. «Но у женщины тоже есть желание, зачем брак?» Вообще без знака препинания, поэтому я так читаю. «Но у женщины тоже есть желание, зачем брак, если муж даже мусор не выносит и не навестит в больнице?» Меня, знаете, вот этот комментарий чем заинтересовал? Девочки, ну вот вы правда хотите мужа, который выносит мусор? Зачем вам это надо? Может, он просто пускай деньги зарабатывает, а? Может, он лучше мусор сами вынести? Ну, сами вынести вы этот мусор уже. Чего вы привязались с этим мусором к ним? Не надо ему мусор выносить. Ну, и вообще, зачем вам герой с мусорным пакетом в руке? У вас к нему, как говорится, желание-то сохраняется после этого? Не надо, чтобы мужчина тратил на такую фигню время. Пусть он идет, деньги зарабатывает, везет вас на Бали, покупает вам соболиные шубы, это будет за собой ухаживать, это будет мужчина с должностью, с деньгами, которым вы сможете гордиться. Чем вам этот вынос мусора-то? И не навести до больницы. Да ну, из больницы то бы с ней. Если вам к вам мама, подружки, все пришли, а ему некогда. Зато он вам в больнице не навестил, а зато вам эту больницу купил. Ну, так же надо. А вы размениваете, вы все размениваете на какую-то ерунду, на какие-то мелочи. Мусор. Ну, это что за герой с мусором? С мусором пакетом. Я не знаю, ни того вы от мужичков ждете, просто ни того. Ни того. Мусор. Навестил. Навестил в больнице. Ой, мне такая уже картина. Да такой пришел, бедный родственник, сетка апельсинов, такая войска, из-за нее апельсины. Такой сидит на табуреточке в коридоре, передачку ждет, передачку передать. Ну, что это за образ мачо? Что это за мачо? Оксана Роксан пишет, Русан, Русан, прошу прощения, Русан пишет. Ну, это классика жанра, вот послушайте, вы сейчас, девочки, все о себя узнаете в этом письме. У меня лавстори с возвращением отношений. Было дело, расходились. На днях стал вопрос о том, чтобы снова разойтись. И в этот раз инициатива не с моей стороны. Посмотрите, пожалуйста, по картам, что посоветуют высшие силы, что делать с отношениями. Честно, не уверена, что стоит расходиться, может, это кризис, и он пройдет. Каждое второе письмо ко мне на почту приходит вот примерно с таким текстом. Оксана, в чем ваше, так сказать, мы видим, некоторое противоречие в вашем письме. Вам мужчина предлагает разойтись. Но вы сами пишете, что инициатива не с вашей стороны. А вы нас спрашиваете, что делать с отношениями. Но момент выбора в вами уже совершенно упущен. Уже мужчина хочет с вами расстаться. Это он может свою какую-то там гадалку спрашивать, что мне делать. Вот я хочу расстаться, может мне расставаться, и все. А для вас момента выбора уже нет. Он уже выбрал это. с вами расстаться. просто вопрос не актуальный. Вы не уверены, что стоит расходиться, но он уже так решил, понимаете. мы посмотрим все равно, что карты скажут, расходиться вам или нет. Тоже можете присоединяться к вопросу. раз. Давай. Давай. Ну, карты тоже сильного кризиса как бы между вами не видят. Не видят. То есть, вообще-то, это у вас отношение, да, это не брак. из этой вашей истории может вообще полноценный брак получиться. Вам надо к этому стремиться. И может быть, если вы, даже мы его сейчас не берем, он нас не слышит, надеюсь. Вот. Но даже если вы к этому партнерству будете относиться как, ну, более ответственно, как к будущему браку, да, то у вас прям брак будет возможен. мечтайте о браке с этим человеком. Буквально вам карта говорят. И уже вот исходя из этой мечты или из этого мечтания как бы вы уже строите все там свое поведение будущее и так далее. Ну, девятка жезлов здесь есть. Трудности, но героиня вы и посредством каких-то преодолений вы можете эти отношения спасти и продолжать. То есть, ресурсы есть. Действительно, нет повода расходиться. Преодолевайте трудности, почувствуйте, ну, что это подвиг, который от вас сейчас ждет судьба. Такой подвиг спасти эти отношения. Обычно в сказках за любовью мальчики скачут, подвиги совершают, да, скачут на конях куда-то, ищут какую-то башню там, побеждают дракон и так далее. В жизни девочки это делают все время, уже давно. Далее, РМК, РМК пишет, просто интересный комментарий, у любого М есть идеальный образ Ж, а уже слова сами подставляйте, где М, где Ж, влюбляется только в образ, потом уже, в зависимости от того, здоров он или нет, поддерживаю, выстраивается партнерство или арбузерство. в зависимости от того, здоров он или нет, он остается с женщиной или быстренько сваливает, ее бросает, да, но это так. Конечно, мужчина, еще раз вернемся к этой теме, не знаю, зачем это, это база, это база, это нужно помнить всегда, на этом держатся, держатся все наши беседы с вами. Мужчина, конечно, в реальную женщину никогда не влюбится, не влюбляется, и он ее даже не видит, понимаете, ему не дано понять, увидеть, прочувствовать женщину с ее достоинствами, недостатками, да, это не нужно никому, конечно, он влюбляется в какой-то образ, вот внутри у него в подсознании сидит, например, что у его избранницы должны быть, ну, например, роскошные вот такие вот русые волосы, да, вот, и у него взгляд, поэтому из толпы девочек на дискотеке выхватывать только девчонок с русыми волосами, понимаете, а дальше уже какой-то другой элемент, ага, должны быть, например, глаза цвета мутной чайной заварки, да, вот, значит, у него тоже ищется такой, это все, поэтому внешность важна, а образ, понятно, он только внешний, он никак, никак душу, душа не впечатлеется, она не в эту матрицу не впечатается, только внешность, поэтому внешность так и важна, конечно. Наталья, Наталья, прошу прощения, просто довольно длинное письмо, я не буду его целиком читать, но Наталья, Наталья предлагает тоже вот такой вот интересный способ удержать не только желания мужчины на долгие годы, если не навсегда, это, троеточие, любить другого, живя с ним, прекрасно, я считаю, идеально, в супружеской спальне, вот, послушайте, да, без предупреждения, если вы замужем, тоже пока муж на работе, сделайте это, и потом просто смотрите, в супружеской спальне, прямо над кроватью, можно повесить, или на вашей тумбочке, на вашем туалетном столике поставить в рамочке фотографию Брэда Питта, ну или кто там вам ближе, не знаю, я бы Брэда Питта лично поставил, но некоторым, например, Леонардо Ди Каприо больше нравится, а кому-то вообще Джордж Клуни, а есть любители этого, Дэниела Крейга, ну и разных, вот, поставьте фотографию Брэда Питта, вот и все, так вы дадите мужу вашему понять, что он не главный, не единственный, не лучший для вас, и так далее. Валентина, вот очень меня за душу, конечно, тронул, комментарий, потому что я, как любой нарцисс, обожаю поговорить о себе, каюсь, да, ну а это то, что я нарцисс, я думаю, это очевидно, да, все блогеры-нарциссы, другие люди здесь не плавают, не бывают, Валентина пишет, Ольга, ну вы же не фальшиво самодостаточный, а по-настоящему, в плане финансов, социума, самореализация абсолютно по-честному, а не по-стервозному, так, ой, Валентина, ну это самое, заставили меня задуматься, но я думаю, что да, по-честному, то есть я как бы уверена в этом, но кто его знает, как оно там по-настоящему в глубине, я думаю, что по-настоящему, но про себя до конца, правда же, никогда не знаешь, да, но спасибо за вопрос, всегда приятно, когда люди тебя замечают, а если женщина остыла, вот прекрасный вопрос задает мужчина, зритель Александр Петровский, дайте еще раз, я прочитаю, вот со смаком, с таким смыслом, прочитаю, а если женщина остыла, вот такой вот вопрос, и прям я слышу вас, аплодисменты, давайте походу, если женщина остыла, дорогой Александр, и все мужчины, которые хотят тоже к этому вопросу присоединиться, мужчины и зрители, мы даже эту тему не обсуждаем, понимаете, почему мы эту тему не обсуждаем, если женщина остыла, мы даже про это не говорим, а знаете почему, потому что это безнадежно, это все безнадежный случай это ну конец всему и все просто туши свет и говорить дальше вот вообще ни о чем если женщина остыла ну все вопрос про закрыт исчерпан надо брать другую женщину со старой ничего не поделаешь у женщин это так устроено вот такой механизм остывшая женщина как на нее не дуй как я в камин она не разгорится обратно ни при каких обстоятельствах вот так это не мужчина мужчин по-другому женщин но это что же надо было как стараться это что же с какие усилий надо было приложить чтобы осудить женщину вообще-то женщин природа защищает страхуют женскую часть женскую страсть любовь женское желание сама природа страхует от потухание от остывания гормонами страху то есть чтобы женщина вот была влюблена и разлюбила мужчине надо но сильно стараться всю свою ни одного цензурного слова не приходит в голову сейчас ну в общем мужчине надо сильно постараться чтобы женщина любила и разлюбила чтобы любящий женщина разлюбил скажем так это прям надо вот ну быть вот ну совсем не могу я грешу скоропалительностью и рискованностью и не исчезнет ли в таком случае интерес нравится он мне своей большой целью она бескорыстно и очень трудновыполнимая но я в нее почему-то поверила лидия я очень вас прошу быть осторожной очень аккуратной вот стать с этими мужчинами у которых есть цель какая-то крупная большая большая цель дело не в присутствии цели а в том что он вам про эту цель рассказывает важно чтобы он у вас не попросил денег на реализацию этой цели не попросил еще потому что если он у вас уже попросил или если вы уже даже заплатили или он продолжает просить да или именно с этой целью приглашает вас ехать в эту страну то конечно не надо вы понимаете да что это абсолютно чистой воды мошенничество вот если просто у него есть цель он почему-то с вами и и поделился на самом деле это очень странно мужчина свою если у него действительно есть высокая благородная цель он ее очень холит и лелеет в душе и как правило это тайна большая тайна посторонних то есть мужчина какой-то женщине про свою цель может рассказать мы не знают через четыре года после свадьбы но никак не в интернет-переписки понимаете поэтому это очень такая тема вот то что вы написали если денег не просят попробуйте если как только начнет просить конечно бегите но зададим вопрос картам стоит ли лидии ехать на встречу с мужчиной в другую страну отправят ли вас карты в эту дорогу раз королева кубков говорит что вы влюблены и мало что можете сейчас выбирать то есть у вас есть чувство и нет анализа вы и критические происходящие не оцениваете в центре расклада увы четверка пентаклей это деньги и другие материальные ценности и есть десятка жезлов дела и старания принципе карты вам дорогу непременно по судьбе это не обещают дороги здесь нету советы точь-в-точь как те про которые я вам дала до гадани обратите внимание в этой теме именно на материальные вопросы на какую-то ценность на деньги это деньги которые вы должны на дорогу потратить это деньги которые на свою великую цель скорее всего если не теперь то позже попросит ваш этот человек ну и так далее то есть центре во главу угла деньги смотрите выгодно-невыгодно слушайте свое сердце интуицию и готовьтесь к тому что для вас продолжение этой истории продолжение этих отношений несет трудности прям знаете трудности какое-то бремя например ну что в этой ситуации может быть чтобы ему помочь вы можете взять какой-то большой кредит который будет трудно и потом несколько лет выплачивать варвара им пишет я девушка незамужняя в пассивном поиске пассивно мне вот это нравится пассивный поиск все один мой замечательный друг предложил познакомить мы меня с молодым человеком по имени денис я отказалась но теперь хочу спросить у карт выйдет ли что-то из этого знакомства если все же познакомиться ну ладно варвара им как мне нравятся вот эти люди которые кого-то с кем-то знакомят которым не дают покоя лавра роза сябитого и да которые берут на себя роль свах я признаюсь раньше как бы в молодости ну тоже любила этим заниматься не то что прям любила ну при случае я знакомил тоже людей мне казалось о это же так интересно там когда пара создается это как бы в этом участвуешь но теперь понятно что все мои друзья и подруги давно вышли в тираж знакомить никого ни с кем уже не надо никого тема это всех эта тема уже обошла стороной все на тренерской работе как говорится так денис что у вас денис может получиться раз мечи мечи карта села да ну карты какие-то очень неспокойные выпадают тут в целом наверное ответ нет изобилие мечей особо вот какого-то серьезных отношений с продолжением какой-то долгой счастливой истории скорее всего не получится сила здесь есть то есть знаете это ну возможно страсть возможно страсть довольно эпизодическая есть какая-то срочность есть какие-то резкие поступки не обдуманные движения есть страхи комплексы какие-то сомнения чувство вины или стыда который вас подстерегают в этой истории поэтому нет скорее вы можете пережить с этим денисом какой-то незабываемый страстный эпизод незабываемый в первую очередь потому что будет очень долго за это стыдно мы с чего не забываем когда стыдно за что-то за какой-то свой поступок вот а постоянных отношений каких-то интересных тут скорее нет там наталья сазонова спрашивает можно вопрос картам если у меня магические способности я скорпион теоретически конечно скорпион знак который это скорпион и жители восьмого дома и там много из магического скапливается много хотя самые настоящие отъявленные магии это конечно рыба ну и скорпионам тоже что-то от этих ресурсов магических или экстрасенсорных достается итак магические способности наталья но вы тоже можете присоединяться к этому вопросу раз два три жезлы карта иерафант здесь есть пожалуй что да вот ответ знаете карта иерафант но иерафант это шаман который в бубен бьет учитель какой-то наставник это действительно тайные знания поэтому да скорее да есть способности но иерафант это еще видите учитель и ученики обязательно тут сидят то есть это такой совет найти себе наставника есть наверняка можно найти какого-то учителя который ваш магический потенциал откроет и рядом две карты масти жезлов то есть нужны ваши усилия то есть особенно с посторонней помощью грамотной вам удастся его раскрыть но нужны прям ваши усилия то есть к раскрытию этого магического потенциала вы должны подойти как к работе как к какой-то карьерной задаче вы должны хлопотать но и не бояться трудностей даже каких-то перегрузок в связи с этим это может быть такой комплексный совет учиться учиться магии в хогвартс там до скольки лет принимают я не помню просто ну и ирина артемова спрашивать спросите карты в каком ключе будет и будет ли развитие отношений с мужчиной который родился опять же имен нету с мужчиной он родился 3 января я рыба родилась 27 февраля ну ладно ну ладно и так будет ли развитие отношений у ирины вот с мужчиной ну получается козерогом 79 года рождения 1 3 ой какие крупные карты да ну что-то между вами однозначно будет карты крупные не пустые три старших аркана я бы ну настроила вас даже на какие-то немножко разные вещи видите нулевый аркан шут есть говорит что уже что-то началось то есть с неизбежностью какая-то история с этим человеком вам предстоит какая-то история вас ждет потому что ну старт какой-то случился знаете как камушек покатился с горы и он уже не остановится он потянет за собой череду самых разных впечатлений событий потянет оползень такой за собой да вот это нулевой аркад есть карта маг она про настойчивых людей то есть вашей паре либо вы либо вот этот мужчина кто-то имеет сильное желание и кто-то может и будет настаивать маг это настаивающий человек знаете часто маг это вот образ мужчины который настойчиво и так на показ женщину покоряет хвастается собой там разные как это приемы саморекламы да использует говорит показывает какой он там богатый хороший самодостаточный заботливый или не знаю умный и так далее вот кто-то из вас ну скорее всего мужчину отчасти это может быть и вы кто-то из вас вот такой запас желания и для кого-то из вас очень важно это продолжение этих отношений из-за этого они продолжат но в серединке правда я положила карта это повешенный это момент такого вот отсутствия выбора то есть во первых придется все-таки ждать или подождать ситуация объективно может быть причинам не может развиваться быстро но будет развиваться обязательно я благодарю вас всех за то что вы посмотрели это видео я еще раз напоминаю что мне жутко интересно читать все ваши вопросы и комментарии если мне не хватает времени прочитать их и ответить на о них в эфире это не значит что я их не читаю в принципе не думаю и не учитывая при выборе темы прошлой программы что поздравляю со скорой весной вас всех увидимся это 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 поздравля Pin это это